Лето. Туристический сезон в разгаре. Остается актуальным вопрос об общественных туалетах в центре города. Сегодня мы узнаем, пускают ли в кафе и рестораны и хватает ли биотуалетов. Общественных уборных в историческом центре Одессы катастрофически не хватает. Кабинки устанавливают только на праздники. Есть платные туалеты в переходе в районе Соборки, а также в летнем театре. А в тех, что есть, платить часто приходится даже за детей. Ребенок, как правило, у него вот раз писать-писать, очень-очень писать хочу сейчас же. И, соответственно, мы должны делать все, то есть мы должны ходить с ребенком, как с животным. С пакетиком, куда ребенок должен ходить, либо с бутылочкой, либо делать это под дерево, как не в цивилизованной стране. Например, в летнем театре в горсаду услуга по-маленькому раньше стоила целых 7 гривен. Сейчас цену пересмотрели. Для того, чтобы зайти ребенку помыть руки, надо заплатить 7 гривен. Так они бесплатно не пускают. Вот, как хотят детей, я знаю, вот в парке Горького детей пускают до 5 лет, пускают бесплатно. Заходят дети бесплатно. У нас в летнем театре детей бесплатно не пускают. И вообще 7 гривен. Сейчас сделали 5. Туристы из других городов Украины и ближнего зарубежья возмущены. Утверждают, что у них можно освежиться бесплатно. Туалетов мы еще не видели. Да, мы просто особо как-то не обращали на это внимания, поэтому не сталкивались с этим. Да, мы не сталкивались с этой проблемой. Харьков. И как в Харькове обстоят дела? Есть ли биотуалеты, хватает ли их? Они платные или нет? Да, хватает и все бесплатные в основном. Там поставили туалет за 5 гривен вход. Что же это за цена такая вообще? Если у пенсионера тысячу, извините, пенсия, так это что же это такое? Но есть альтернатива. На Дерибасовской, Греческой и других центральных улицах огромное количество общепитов, и можно воспользоваться их санузлами. Правда, для этого нужно иметь смелость. Не всякий решится проситься бесплатно. Придется туалет искать. Хорошо, просто... В заведение пойдете проситься? Да, конечно. Ну, конечно. Покупаешь что-то и сидишь там. Нет. А просто заедите? Нет, так нет. Почему? Я так не делаю. Ну, не знаю, как-то неловко так просто в туалет ходить. Мы решили провести свой эксперимент. Сейчас мы на Дерибасовской. Проверим, пускают ли в заведение в туалет. Здравствуйте, я прошу прощения, можно ли здесь сходить в туалет? Да, вот здесь вот за углом справа есть туалет. И чудоще, там будка вот зеленая, уходы тоже есть. А там как бы платно, а у меня денег нет. Да, вот это я вам не подскажу. У вас нельзя сходить? Я здесь не ходя. А у кого можно спросить? Ребята, у вас можно в туалет ходить? Да, вот здесь, в полестнице. Вниз по лестнице? Здравствуйте. А здесь, извините, походы где-то здесь в туалет? Да, пожалуйста, вправо и налево. Сам за шторой. Хорошо, спасибо. Результаты нашего эксперимента показали, что 8 из 10 заведений идут навстречу с страждущим. Хотя по закону на это имеет право каждый турист. Такие вопросы вообще регулируются решениями соответствующих городских властей. То есть в Одессе оно должно регулироваться решением горсовета, как правило. В 21 веке вообще стыдно, мне кажется, думать о вопросах там пускать, не пускать, потому что санитария превыше всего. Еще в Древнем Риме существовали общественные туалеты для всех граждан. Самый яркий пример в этом плане Киев и Львов, где городские власти сдали распоряжение о том, что все объекты, все кафе, все рестораны должны пускать кого угодно, всех посетителей в уборные. Так, соответственно, и в Одессе точно такое же распоряжение действует. Но сходить по нужде в первый попавшийся ресторан – задача не из простых. Одесситы, говорят, часто вынуждены терпеть недовольство сотрудников общепитов. У нас в Одессе все-таки очень адекватные и умные заведения, они все-таки пускают. Есть, конечно, те, которые ни в коем случае, но большинство случаев, когда с ребенком забегаешь, говоришь, вот хочу, но не всегда в нашем городе это приходит в голову, потому что очень часто есть случаи, когда грубят людям, не запускают. Из-за этих случаев не хочется идти и проситься, как будто бы ты просишь что-то сверхъестественное. Туристический город – это не только достопримечательности, море и хорошая погода. Это еще и забота о приезжем. И в первую очередь – это обычные уборные и указатели к ним. И чем их больше, тем лучше. Одесса пока похвастаться этим не может. Диана Деревенчук, Дмитрий Богомолов, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер»